Глава 18 Тропа, устланная влажными хвоинками, была достаточно широкой, и Ричард мог идти рядом с Келлен. Страшные грозовые тучи затмели солнце, но дождя пока не было. Путники зябко кутались в плащи. В тени могучих сосен рос довольно редкий подлесок, и местность просматривалась хорошо. На глаза то и дело попадались погибшие деревья, покоившиеся на упругом ковре зеленого папоротника. По соснам бегали белки, которые, завидев путников, тут же начинали недовольно верещать. Неизвестная птица с достойным упорством бесконечно повторяла одну и ту же трель. Ричард на ходу обломал еловую ветку и теперь машинально растирал пальцами душистые иголки. — Эдди больше, чем кажется, — сказал он наконец. — Она колдунья, — ответила Келлен. Ричард удивленно покосился на нее. — Правда? — Я не слишком хорошо знаю, что такое колдунья. — Ну, она больше, чем мы, но меньше, чем волшебник. Ричард вдохнул аромат хвои и отбросил ветку. — Может, она больше, чем он, — думал Ричард, — но он совсем не уверен, что она больше, чем Келлен. Он хорошо помнил лицо Эдди в тот момент, когда Келлен схватила ее за руку. Оно выражало испуг. Ричард помнил лицо Зедда, когда тот впервые увидел ее. Что за сила таилась в ней? Сила, которая могла испугать и колдунью, и волшебника. Что она сделала, чтобы призвать беззвучный гром? На его памяти Келлен проделала это дважды. Первый раз с Кводом, второй — с Ша, мерцающей в ночи. Ричард помнил вызванную беззвучным громом боль. — Колдунья больше, чем Келлен? Интересно. — А почему Эдди живет в проходе? Келлен откинула с лица каштановые пряди. Она устала от людей, которые постоянно ходили к ней за заговорами и зельями. Ей хотелось побыть одной, чтобы изучить то, что должна изучать колдунья — заклинания, дающие власть над потусторонними силами. Так она говорит. — Как ты думаешь, ей ничего не угрожает после исчезновения границы? — Надеюсь, что нет. Она мне понравилась. — Мне тоже. Он улыбнулся. В тех местах, где тропа круто забирала вверх или петляла, огибая отвесные скалы, путники уже не могли идти рядом. Ричард боялся, что Келлен собьется с пути, поэтому он пропустил ее вперед и не спускал с нее глаз. Временами ему приходилось указывать Келлен, где тропа. Опытный проводник, он видел то, что не в состоянии заметить обычный путешественник. Местами тропа была видна очень отчетливо. Лес сделался гуще. Деревья росли прямо на скалах, поднимаясь из разломов, разрывая лиственную подстилку. Среди стволов клубился туман. Взбираясь по крутому склону, путники цеплялись за корни, выступавшие из расщелин. От постоянного напряжения у Ричарда сводило ноги. Он гадал, что надо будет сделать, добравшись до срединных земель. Раньше Ричард рассчитывал на то, что как только они минуют проход, Зедд посвятит его в свои планы. И вот теперь ни Зедда, ни плана. Он чувствовал себя последним идиотом. Что он собирается делать, выйдя из прохода? Стоять и озираться по сторонам, пока духи не подскажут ему, где спрятана шкатулка. Не лучшее из того, что можно придумать. У них нет времени бродить по окрестностям в надежде что-нибудь найти. Никто не стоит и не ждет, пока подойдет Ричард и спросит, куда идти дальше. Они приблизились к отвесному нагромождению скал. Тропа вела прямо. Ричард обвел взглядом окрестности. Чем карабкаться по камням, проще было бы обойти их, но Ричарда пугала мысль о том, что граница может оказаться в любом месте. Скорее всего, тропинка была здесь проложена неспроста. Он взял Кэлен за руку и решительно шагнул вперед. Пока они шли, Ричарда ни на минуту не оставляло беспокойства. Шкатулка где-то спрятана, иначе Раал уже давно бы ее нашел. Но если Раалу не удалось ее найти, то как же это сделает он, Ричард? Он никого не знает в Срединных землях, он не знает, куда идти. Но кто-то знает, где последняя шкатулка. Вот как надо действовать. Они не могут разыскать шкатулку, но могут найти того, кто способен сказать, где она находится. Магия осенила его. Срединные земли, земли магии. Может быть, тот, кто наделен магическим даром, способен сказать, где находится шкатулка. Они должны найти того, кто наделен нужным даром. Эдди смогла много что сказать о Ричарде, хотя никогда раньше его не видела. Там должен быть тот, кто наделен магическим даром и может сказать, где шкатулка, хотя никогда ее раньше не видел. Конечно, они должны убедить этого неизвестного. Но, может, тот, кто наделен даром, скрывает свои способности от Даркина Рала и был бы только рад остановить его. Ричард подумал, что слишком много в его рассуждениях надежд и желаний. Но одно он знал точно. Даже если Рал раздобудет все шкатулки, он, не имея книги сочтенных теней, не узнает, какую из них открыть. Пока они шли, Ричард повторял про себя слова книги, пытаясь найти способ остановить Рала. Если книга наставление относительно шкатулок, в ней может быть написано и о том, как прервать игру, но в книге ничего подобного не было. Только на самых последних страницах подробно описывали свойства каждой шкатулки и давались указания относительно того, как определить, какая шкатула какая, и открыть нужную. Большая часть книги была посвящена рассуждениям о том, как учесть непредвиденные обстоятельства и преодолеть те трудности, которые могут помешать владельцу шкатулок добиться успеха. Начиналась книга с того, как проверить подлинность самих наставлений. Если ему удастся создать одну из таких трудностей, он сможет остановить Рала, ведь у Рала нет книги сочтенных теней. Но большинство этих трудностей относилось к положению солнца и облаков в день, когда надо открыть шкатулку. Здесь Ричард был бессилен. Многого он вообще не понимал, поскольку никогда раньше не слышал об этом. Не думай о задаче, думай о решении, сказал он себе. Надо еще раз мысленно пролистать книгу. Если тот, кто владеет шкатулками, не прочел сих слов сам, но услышал их из уст другого человека, в подлинности переданного знания он может убедиться лишь с помощью исповедницы. Почти весь день они поднимались в гору. И Ричард, и Кэлен взмокли от напряжения. Они перешли через ручей. Кэлен остановилась, смочила платок и отерла лицо. Ричард подумал, что это неплохо. Когда они дошли до следующего ручья, Ричард последовал ее примеру. Мелкий прозрачный ручеек стремительно бежал по гладким камням. Балансируя на плоском валуне, Ричард сел на корточки и опустил платок в ледяную воду. Когда Ричард встал, он увидел тень и похолодел. В лесу стояло нечто полускрытое стволом. Не человек, но ростом человека. Что-то бесформенное. Оно было похоже на обычную тень, отбрасываемую человеком, но только поднявшуюся в воздух. Тень не двигалась. Ричард моргнул и протер глаза. Может, ему просто показалось. Может быть, это обман зрения. Тень дерева, которую он принял за нечто большее в неясном предвечернем свете. Кэлен шла по тропе. Ричард поспешно догнал девушку и положил ей руку на спину, чуть ниже заплечного мешка, чтобы та не остановилась. Он нагнулся и прошептал ей на ухо. «Посмотри налево сквозь деревья. Скажи мне, что ты видишь?» Пока Кэлен вглядывалась в лесные заросли, Ричард не убирал руку, не позволяя ей остановиться. Кэлен откинула прядь волос, упавшую на глаза, и увидела тень. «Что это?» – тихо прошептала она, глядя ему в лицо. Ричард слегка удивился. «Не знаю. Я думал, может, ты скажешь». Она покачала головой. Тень оставалась неподвижной. «Может, это всего лишь обман зрения, игра света», – говорил себе Ричард, но в глубине души он знал, что это не так. «Может, это одна из тех тварей, о которых говорила Эдди?» «Тогда она не должна нас видеть», – заметил Ричард. «У зверей есть кости», – сказала Кэлен, искосы глядя на тень. Конечно, Кэлен была права, но Ричард надеялся, что она согласится с его предположением. Путники быстро шли вперед. Тень стояла неподвижно. Вскоре они оставили ее далеко позади. Ричард облегченно вздохнул. Кажется, кость в ожерелье Кэлен и его клык надежно укрыли их. Не останавливаясь, они съели по куску хлеба с вяленым мясом. Пища показалась им безвкусной. Оба не спускали глаз с темных зарослей. Хотя в этот день и не было дождя, все вокруг оцерело. Время от времени с деревьев скатывались крупные капли. Местами скала была покрыта слоем скользкой грязи. Приходилось соблюдать осторожность. Ричард и Кэлен не переставали вглядываться в лесные заросли, но никого там не видели. Это уже начало беспокоить Ричарда. Им не попадались ни белки, ни бурундуки, ни птицы, ни одного живого существа. Было слишком тихо. Дневной свет угасал. Скоро они окажутся перед тесниной. Это его тоже беспокоило. Мысль о том, что ему придется снова увидеть тварей границы, пугала. Мысль о том, что он снова увидит отца, наводила ужас. У Ричарда внутри все переворачивалось, когда он вспоминал слова Эдди, что те внутри границы будут звать их. Ричард помнил, как соблазнителен их зов. Он должен быть готов к сопротивлению. Он должен набраться сил для этого. Кэлен чуть было не утащили в подземный мир, когда они сидели в приют со сне, в тот вечер, когда он познакомился с ней. Потом, когда они были с Зеддом и Чейзом, кто-то снова пытался втянуть ее туда. Ричард боялся, что когда они подойдут так близко, кость из ожерелья не сможет защитить Кэлен. Тропа стала шире и ровнее. Теперь они снова могли идти рядом. Ричард уже устал. А ведь впереди вся ночь и весь следующий день. Раньше отдохнуть не удастся. Идти сквозь теснину в темноте, да еще когда они так измотаны? Это казалось ему не слишком разумным решением, но Эдди предупреждала, что останавливаться нельзя. Он не может подвергать сомнению советы того, кто так хорошо знает проход. Ричард знал, что рассказ охватало, не даст ему уснуть. Кэлен осматривала придорожные заросли. Она оглянулась назад и резко остановилась, вцепившись Ричарду в запястье. На тропе, в десяти ярдах от них, стояла тень. Как и та первая, тень не шевелилась. Ричард видел сквозь тень очертания деревьев так, будто она состояла из дыма. Кэлен крепко держала его за руку. Они шли боком, не спуская из тени глаз. Тропинка сделала поворот, и тень скрылась из виду. Путники зашагали быстрее. Кэлен, помнишь, ты рассказывала мне о людях тенях, которых выслал вперед Панис Рал? Может, это они? Кэлен встревоженно посмотрела на него. Не знаю. Я никогда их не видела. Они появлялись только во времена последней войны, задолго до моего рождения. Но те, кто их видел, говорили, что люди тени плывут за человеком. Я ничего не слышала о людях тенях, которые стояли бы неподвижно на одном месте. Может, это из-за костей? Может, они знают, что мы здесь, но не могут нас найти, и потому стоят и оглядываются по сторонам. Кэлен плотнее закуталась в плащ, очевидно испугавшись этой мысли. Сумерки сгущались. Ричард и Кэлен шли вперед, держась за руки, и думали об одном. Они увидели еще одну тень, стоявшую возле тропы. Кэлен сильнее сжала его руку. Не сводя глаз с тени, они медленно, неслышно прошли мимо. Тень не шевелилась. Почувствовав, что его охватывает панический ужас, Ричард постарался взять себя в руки. Они не должны сходить с тропы. Нельзя терять голову. Может, тени пытаются напугать их, заставить свернуть стропинки и угодить прямо в подземный мир? Путники непрестанно оглядывались. Ветка хлестнула Кэлен по лицу. Она вздрогнула и метнулась к Ричарду. Сообразив, в чем дело, Кэлен попросила прощения. Ричард ободряюще улыбнулся. В сосновых иглах застряли капли дождя и тумана, и когда легкий ветерок покачивал ветви, вода дождем лилась вниз. В наступившей темноте путники с трудом отличали зловещие тени от безобидных стволов. Дважды у них не возникало сомнений, тени стояли совсем рядом с тропой, и было совершенно очевидно, что это такое. Тени стояли все так же неподвижно, будто наблюдая за путниками, хотя глаз у них не было. Что будем делать, если они пойдут за нами? — напряженно спросила Кэлен. Она до боли сдавила Ричарду запястье. Он тихонько разжал сомкнувшиеся пальцы и взял ее руку в свою. Кэлен ответила легким пожатием. — Извини, — пробормотала Кэлен со слабой улыбкой. — Если те не приблизятся, меч остановит их, — уверенно ответил Ричард. — Откуда ты знаешь? — Остановил же он тех на границе. Казалось, Кэлен удовлетворена ответом. Хотел бы и он быть в этом уверен. Вокруг стояла мертвая тишина, изредка нарушаемая непонятным скрежетом. Не было слышно привычных звуков ночного леса. Темные ветви раскачивались от слабого ветерка, заставляя бешено колотиться сердце. — Ричард, — тихо сказала Кэлен, — не позволяй им до себя дотронуться. Если это люди тени, их прикосновение смертельно. Но даже если это не они, мы все равно не знаем, что может случиться. Мы не должны позволить им коснуться нас. Он пожал Кэлен руку, стараясь придать ей бодрости. Ричард изо всех сил противился желанию обнажить меч. Даже если магия меча подействует, теней может оказаться слишком много. Он пустит в ход меч, только когда не останется другого выхода. Но пока чутье подсказывало ему, что этого делать не следует. Лес становился все темнее. Во мраке черные стволы деревьев напоминали колонны. Ричарду чудилось, будто за ними отовсюду следят невидимые глаза. Тропа вела вверх. Слева виднелось нагромождение скал. Дожди промыли щель в камне, и до путников доносились плеск, бульканье и журчание воды. Справа почва шла под уклон. Когда они опять оглянулись назад, на тропе стояли три едва различимые тени. Две из них двигались. Ричард снова услышал доносившийся из леса скребущий звук. Звук был совершенно незнакомым. Ричард скорее чувствовал, чем видел тени, толпившиеся вдоль тропы, передвигавшиеся позади них. Некоторые стояли так близко, что он отчетливо различал их. Теней не было только впереди. — Ричард, — прошептала Кэлен, — тебе не кажется, что пора достать ночной камень? Я едва различаю тропу. Она сильнее сжала его запястья. Ричард колебался. — Я не хочу этого делать до тех пор, пока можно обойтись и так. Не знаю, что может произойти. — Что ты хочешь сказать? Ну, до сих пор тени на нас не нападали. Может, потому, что они не видят нас из-за костей? Он мгновение помедлил. Но что, если они пойдут на свет ночного камня? Кэлен встревоженно закусила нижнюю губу. Они поднимались по горному склону, перешагивая корни, напрягая зрение, чтобы не потерять тропинку, петлявшую вокруг скалы деревьев. Негромкий и скребущий звук стал ближе. Теперь он слышался со всех сторон. — Это похоже. Это похоже на скрежет когтей о камне, — подумал Ричард. Впереди стояли две тени. Их разделяла только тропа. Кэлен прижалась к Ричарду и затаила дыхание. Они прошли боком. Когда они поравнялись с тенями, Кэлен уткнулась носом ему в плечо. Ричард обнял ее одной рукой и крепче прижал к себе. Он знал, каково ей. Ему тоже было очень страшно. Сердце бешено колотилось. Казалось, будто с каждым шагом они заходят все дальше, погружаются все глубже. Он посмотрел назад, но было уже слишком темно, чтобы разглядеть тени, стоявшие на тропе. Неожиданно из темноты выплыла чернильно-черная глыба. Огромный камень, расколотый посредине. Теснина. Они прижались спинами к скале. Было слишком темно, чтобы различить тропу или увидеть тени. Они не могли идти сквозь теснину без света ночного камня. Это слишком опасно. Один неверный шаг повлечет за собой смерть. Скребущий звук становился все громче, доносился со всех сторон. Ричард достал из кармана кожаный мешочек. Развязав тесемки, он вытряхнул на ладонь ночной камень. Из камня струился теплый свет, озаряя лес, отбрасывая причудливые тени. Ричард поднял камень повыше, чтобы лучше осветить тропу. Кэлен вздрогнула. В мягких желтоватых лучах сплошной стеной стояли тени. Их собралось не меньше сотни, и между ними не было ни дюйма. Тени стояли полукругом меньше, чем в двадцати ярдах от Ричарда и Кэлен. Земля была усеяна дюжинами горбатых созданий. Сначала Ричарду показалось, что это камни, но это были не камни. Серая броня защищала их спины, а вдоль нижней кромки у самой земли из-под брони торчали острые шипы. Хваталы. Так вот, что это был за звук. Их когти скребли по камням. Хваталы двигались вперед странной переваливающейся походкой. Их приплюснутые тела качались из стороны в сторону. Хваталы приближались. Медленно, но неуклонно. Некоторые были от них уже в нескольких футах. Внезапно тени зашевелились. Они поплыли вперед, дрейфуя, сужая кольцо. Кэлен застыла на месте, широко раскрыв глаза и прислонившись спиной к скале. Ричард нырнул в трещину, схватил ее за одежду и потянул за собой. Стены были мокрыми и скользкими. В узкой расщелине ему показалось, что сердце подступает к горлу. Ему не нравились узкие места. Они пятились сквозь расщелину, время от времени оборачиваясь, чтобы взглянуть, куда идут. Ричард держал в руке ночной камень, освещая приближающиеся тени. Хваталы уже протиснулись в щель. Ричард слышал учащенное дыхание Кэлен, повторяемое эхом промозглого ограниченного пространства. Они продолжали пятиться, их плечи скользили вдоль каменных стен. Рубашки пропитались холодной липкой влагой. Один раз им пришлось пригнуться и протискиваться боком, потому что расщелина сузилась и стала почти непроходимой. Опавшие листья, каким-то чудом залетевшие в щель, отсырели и источали запах гнили. В расщелине стояла удушающее зловоние. Они продолжали двигаться боком, пока наконец не оказались по другую сторону скалы. Тени остановились у входа в расщелину. Хваталы не остановились. Одного, подобравшегося слишком близко, Ричард пнул ногой. Хватало, кувыркнувшись, упал на устланный листьями пол расщелины. Приземлившись на спину, животное принялось хватать когтями воздух, щелкать, шипеть, крутиться и извиваться. Наконец хватало, умудрился перевернуться на живот. Отрывисто зарычав, зверь встал на лапы и снова устремился в атаку. Ричард и Кэлен поспешно развернулись, собираясь продолжить путь. Ричард поднял ночной камень, освещая тропу через тиснину. Кэлен судорожно выдохнула. Теплый свет озарил горный склон, по которому должна была идти тропа сквозь тиснину. Впереди, насколько хватало видимости, простирались гигантские завалы. Камни, поваленные стволы, искореженные деревья, грязь. По склону недавно прокатился оползень. Тропа через тиснину исчезла. Они сделали шаг вперед, чтобы лучше разглядеть склон. В глаза ударил зеленый свет стены. Оба разом отпрянули. Ричард! Кэлен вцепилась ему в руку. Хваталы шли за ними по пятам. Тени потянулись в расщелину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова